Очень сурово себя показать. Тоже будем за ними очень пристально следить. А в Эпп, кстати, у Сейнт и поджима Тёмки. Тут очень жесткий выход на бэплэнт. Быстрая притяжка, Сейнт делает минус 1. Ее тут же убивают, разменивают. И сейчас просто будет врываться на скет в спину. Боюсь, сейчас будут жесткие минуса. Смотрим за Екатериной Белослутцевой. Ой-ой-ой. Ну-ка, может быть, раунд останется за Ван Лавом 3 в 1. Смотрим за Светлану Алексеевой, Светаска. Что же будет делать Света со 100 ХП? С Дипузами Света будет умирать. 4-1. Первый раунд за Ван Лав. Что же, поздравляем эту команду. Можно ей похлопать, поаплодировать. Уже неплохо. В принципе, сейчас, если девушки поднапрягутся, то мы, возможно, увидим что-то интересное. А в Эпп у Светаски. Сейнт, видимо, пожертвовала. В пользу Светланы. У нас поджим ДЛ. Проха делает первый минус Эшли. Видимо, Вертус Про прямо-таки подрасслабились. И все, ДЛ зачищено. Где же у нас остальные терроры? По зигзагу проходят терроры, но бомба выбита на ДЛ. И сейчас просто вот два контра будут встречать с... Один контра будет встречать с Катериспа. Кто-то будет на Зиге. Светаска у нас играет с Юиспа. У нее есть АВП, но, ох, отлично. У нас уже два минуса. И остается последняя Синди на Зигзаге. 100 хп без бомбы. Бомба потеряна у нас на ДЛ. И раунд за ВП. 5-1. Фаст Б от Ван Лафа. Развод на ДЛ. Бомба идет одна на ДЛ. Все остальные идут на Б плент. Один есть калаш, я вижу, в бухлочке С. Но, в принципе, развод не получится, потому что ДЛ в упоре встречается. Вот сейчас Сейн должна проконтролить ДЛ. Я думаю, она смотрит в дым. И остается у нас в КТ и С. Причем С ловит Сейн. Сейн-то не догадалась. Что-то может быть развод. Просто побежала, видимо, там с ХЕшкой в руке. Но, в любом случае, инфа по бухлочке С есть. И думаю, что раунд перейдет в копилочку Виртус Пром. Видимо, что Сейн спрашивает, какие раиды нужно вставить. Видимо, не нравится ей там. Не нравится ей раиды, которые у нее стоят. Возможно, это супер-юмор от Станислава Зоткиной. Такое тоже вероятно. Итак, смотрим на закупочку от Ван Лав. Им пора бы уже активизироваться, потому что счет неумолимо. Медленно, но неумолимо. Переходит к Виртус Пром, раунд за раундом. И, в принципе, мы видим АВП у Прохи. Давайте посмотрим за Прохой. Она у нас на 0М. Сейн на БМ. Сейн-то с Кабаркаду заходит по Зиге, промахивается. Ее тут же за это наказывают. Это уже хорошо. Видимо, что Ван Лав, в общем-то, не так просты и не упустят возможность наказать своих противниц. Но, тем не менее, врывается Ксилия с Зигзага. Делает два минуса. Сейчас, возможно, будет делать третий минус. Получается, что двое ПДЛ и три в три ситуации. Кэт и Сейнт у нас на Зиге далеко. Врывается Эшли тоже с Зиге. Ну и смотрим. Эшли 1ХП. Смотреть за ней не будем. Давайте посмотрим за Сейнт. Она у нас этот ПДЛ будет заходить в спину. И сейчас должна, ну, один минус, я думаю, делать точно. Да, минус от Сейнт. Увидела она человека на гусе. Кэти два минуса. Очень неплохо. И... Кэти три минуса. 6-2. Второй раунд. Зван Лав. Очень и очень неплохо у нас получается все. Интересненько. Так, свод, наконец-то я получил информацию по командам. Итак, у нас на турнире Зи Нейшн, Иска Ладис, Кибер Зона, Виртус Про, Ван Лав, Инвиктум и Монскл 5. Кстати, буковочка С это у нас спанушь, если верить в моей информации. К сожалению, я таких девушек не знаю, но пусть будет спанушь. Ну и пока у нас тут Виртус Про проигрывает еще один раунд. Думаю, они должны пропустить съемки. Да, отличный прострел Светаски и остается последняя Кэт. Я вам быстренько получил состав вообще команд, которая приехала на этот турнир. Думаю, многим это будет интересно. Итак, Зи Нейшн, кнопка Оля Фабиан, Тимоха, Райли, Невроза. Иска Ладис, Фэнки, Соня, Каролина, Хиллари, Угроза. Кибер Зон, Витаминка, Илеонора, Дес, Афбб, Нэнси. Ну, Виртус Про, я думаю, вы все и так знаете, но для тех, кто не в курсе, допустим, Эшли, Ксили, Кэт, Сэнт и Светаска. Ван Лав, Синди, Кэти, Спануш, Проха, Мартини и Инвиктум, Черри, Стелла, Вилка. Вилка, кстати говоря, у нас тоже приехал на турнир, очень-очень неплохо. Мими и Бупс, Бупс, она же Игла. Думаю, всем понятно. Никаких вопросов смена никнейма такая не вызывает. У нас проход по Зиге. Смотрим за буквочкой С. Сэнт первый минус с Дигла. В Темке. Ее тут же разменивают, там аж втроем набросились на бедную Станиславу. И в итоге у нас будет проход на б-плейнт, бомба именно находится у нас здесь. И на б-плейнте у нас есть Светаска. Отличный минус с АВП в голову. Попадает у нас Света по ноге. Ну и тут, наверное, уже... Ой, обидный промо, при этом минус от Кэт. Ну и последнюю Кэйти убивать 4 хп, думаю, можно легко и без проблем. 7-3, 7-3 в пользу Virtus.pro. Также для тех, кому интересна турнирная система, играется круговая, круговая система. Все играют со всеми и потом нас ждет финал. Финал будет, если верить сообщению татушки ВКонтакте. Вот, так что будем сегодня смотреть на множество интересных игр. Игры тут параллельно. Сейчас, насколько я знаю, идет игра Эскаладис с кем-то и Зенейшн с кем-то. Вот. Так что, кого-то мы в любом случае пропустим, но в основном мы будем делать наш акцент на команде Virtus.pro. Три в три ситуации, тем временем Эшли делает два минуса на Б-плейнете. Проха на Б. С у нас на Зиге и Кэти у нас умирает на Гусе. Смотрим за буквой С. Нужас дегла. Промах. Попадает. Убивает она Эшли. И остается Кэта 1 в 2. 6 хп. Бомба остается на Б-плейнете. И шансов у Кэта на самом деле очень маловато. Нужно ей добежать до Б-плейнета. 6 хп. Тут, в общем-то, ее сейчас, скорее всего, буквойщика С и убьет. Уж слишком легко убить 6 хп-пого человека. Что и происходит. 7-4. В принципе, мы пока видим неплохую такую борьбу. Даже очень странно видеть такую игру от Virtus.pro. Но я думаю, все будет в порядке. И это просто первая игра. Кстати, как вы видите, у нас играют девушки с заменой. Вместо Елены Русовой, она же Мэг, у нас играет сегодня Кэт. Но, в общем-то, Лена у нас ушла в инактив, как вы помните, из новости о сайте. На сайте. Так что, думаю, особо никого это не удивляет. Но для тех, кто пропустил, как бы, вот, теперь вы в курсе. Так, у нас пропускают буквочку С. Никто ее не увидел, но при этом, буквочка С у нас почему-то ступила. Никого не убила из своей суперпозитии вот здесь вот. И в итоге бомба выбита. И сейчас берем террористов. Двум. Двум террористов придется отбивать бомба. Но тут, в общем-то, все очень жестко. Восемь четыре. Холодят у нас девушки из One Love. Причем, ВП у нас постоянно поджимают. Видимо, чувствуют свое превосходство. Сейнт поджала у нас уже ВП, так в силе Эшли играет очень в упоре на зигзаге. Правда, пока у нас в аркаду они не идут. Минус Светаска на ДЛ. И мы смотрим внимательно за Стейнт. Минус один. На этом все. Два в четыре. Проход по ДЛ, проход по зигзагу. Сплит на Аплант. Кэти еще заходит на Б. Тут все очень жестко. И Эксили вместе с Эшли у нас разбираются с Зигой. Два в три. Неплохие шансы. Эшли два минуса. Где же бомба? Бомба у нас у Прохи и на Аплант. Так что сейчас очень повезло, что Эксили не побежала на Б. Минус. Минус от Мартини. И остается последняя Эшли. А причем бомба у нас на Аплант. Поэтому очень обидно, что Альбина Абушаева у нас пошла на Б. Ну что же. Скорее всего раунд станет за Ван Лав. Тут очень-то все хорошо взято. Бомба на ДЛ. Мартини контролит длину. И Проха просто в упоре контролит зигу и просвет. Но посмотрим. Посмотрим за Эшли. Может мы сейчас увидим что-то невероятное. Нет, не увидим. 8-5. Еще два раунда в первой половине. И мы узнаем счет. Для тех, кто не понял, что первая игра в сегодняшнем дне. Турнир начался гораздо позже, чем обещался. Это в принципе нормально. Довольно привычное дело. На ВЦГ России задержки были в 6 часов. Так что тут совершенно мало все. Тем более для девушки это вообще очень здорово. Потому что женские турниры обычно не блещут прямо очень сильно организатором. Ну это не камень, а огород в сторону девушки. Это просто подметил я такую вещь. Ну а тем временем остается бомба на Апланте. Сейчас Кэт, Эксили и Сейн будут ее отбивать. Минус спануш. И мы смотрим за Эксили. Она срывается по ДЛ. Минус от Кэт. Ну и остается в последней Мартини в районе Зигзага. Где должна быть она. Да. 64 хп. И против. С трех контролит ей, конечно, будет очень сложно. Раунд за ВП 9.5 и мы смотрим на последний раунд в первой половине. Проха. Спануша Кэт и тут ПДЛ. Там у нас Кэт. Видимо, сейчас девушки передумают эти ПДЛ. Тут пришла еще хелпа в виде Эксили. Но надежда на Проха. У нее есть АПП. Промах. И девушка у нас бешно ретируется в сторону нуля. Сейчас будет делать перетяжку на АБМ. Там уже Светаска в жесткой Аркаде. Боюсь, что еще один раунд в копилочку Виртуз Про. Но смотрим. Кэт у нас поджимает потихонечку ДЛ. Эшли готова поджимать Зигзаг. Тили. Идет ей на помощь. Минус от Сейн. И Светаска заходит уже в спину. Находится она на респе. Сейчас будет расстреливать терроров сзади. Минус. Минус Мартини. И Кэти у нас на ДЛ с Клашом без бомбы. Смотрим. Террористы win. И Кэти у нас на ДЛ с Клашом без бомбы. Смотрим на первый раунд. Надеемся на интересную игру от One Love. Геймпендинг. Слава богу, сразу же он прекратился. Больших пауз мы не видим. Проха и Синди держат Зигзаг в упоре друг по другу. Спануш смотрит в центр. Мартини смотрит ДЛ. И Кэти у нас одна на Б. ВП у нас разобрались по всей карте. Светаска на нуле. Сейнт Эксили на ДЛ. И Эшли с Кэт из бомбы находятся под Б. Причем видим мы, что Контритов играет весьма агрессивно. Тут посадочка на Зигзаг очень интересная. Смотрим за Прохой. Тут потихонечку идет выход на центр. И ох, Синди очень неплохие минуса. И смотрим, смотрим. Ну же, Проха, врывай, сделай минус. Нет, минуса мы не увидели. Три в три ситуация. Добивают Эксили. Еле-еле. И бомба у нас на Б-Пленте. Эшли и Кэт вдвоем. Встали просто слева и справа от двери. Первый же минус у нас. Ай-яй-яй. Взяли Ван Лава ферраунд. Счет 10-6. И это, в общем-то, страивает нас на... Такой мини-камбэк от Ван Лава. Похоже, что на этой карте мы увидим... Но если прям не сильную борьбу, то, в общем-то, не разгромные счеты явно. А это, наверное, даже хорошо. Нет, конечно, как болельщик в Виртуз Про, хочется, чтобы Виртуз Про всех разгромили. Но, с другой стороны, хочется и красивой игры. Так что надеемся, что Ван Лав сейчас соберутся и покажут, что они не зря приехали на этот лан. На Б-плейнт идут Виртуз Про. Уже жесткая каркада по зиге есть. Я думаю, у Ван Лав инфа, что ВП все на Б. Причем у Виртуз Про закупочка Сейнт минус 2. Минус у. Ох, сразу же сносит Сейнт. Хороший эйм у Синди. Флэш. И сейчас вот флэшку было бы очень неплохо ворваться кому-то из терроров. Например, очко. Минус у Мартиния с Юиспом. И отличный минус у Тэшли. Дигл просто творит чудеса. 11-6. Виртуз Про берут в трой раунд после первого проигранного. Закупочка сделала свое дело. Отдельно отметим Станиславу Зоткину, которая ворвалась на Б-плейнт и полностью его зачистила. 5 дымов на центр. И смотрим, как спанушь врывается с диглом в аркаду. Ее тут же за это наказывают. Кэти у нас врывается с диглом на Б-плейнт. Пока ее никто не наказывает. Видимо, что вопы играет весьма пассивно. Сейчас они спокойно контролят свои позиции. Издалека. Эшли у нас контролирует длину. Эксилия у нас была вообще на Титаники. Кэти контролирует длину. И сейчас у нас будет потихонечку атака именно в Дейл. Думаю, стоит посмотреть за Прохой. Она у нас в непосредственной близости к огромному скоплению людей. Ой, обидно, обидно. Промах зигла. Могла бы она повесить какой-нибудь вайншотик, потом бы еще один, а потом может быть и третьего. Но в итоге не сложилось. И Синди, Кэти вдвоем против пяти. Синди у нас заходит спин в Дейл. И Кэти у нас на зигзаге. Неплохой минус от Кэти. Она осталась в одиночестве. Ей прилетает ХЕшки и... Сразу минус полжизни. Флешки, да. Очень жестко. Еще ХЕшки. Сзади и спереди, да. Пожимает ее со всех сторон. И 12 раунд за Виртуз Пром. 12.6. Трое на Б от Виртуз Пром. Очень быстрый заход. Смотрим за Эшли. Она у нас задувается. Совершенно не стесняйся. Минус тупая. И остается у нас игрок где-то в районе. Очка минусуется. Он с Витаской. Тут очень плохая закупочка. Я вижу. Ван Лава. Дигл. Фамас. Эмка. Флешек нету. И два контра.